Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в реставрационных мастерских Государственного музея архитектуры имени Щусева. Передо мной предмет, реставрацией которого я занимался последние два года, это бюро мазарения, выполненное в технике буль. Процесс реставрации этого предмета был очень сложен, поскольку предмет находился в руинированном состоянии. Большая часть его элементов была отсоединена друг от друга. Предмет состоял в основном из трех частей. Это, собственно, столешница бюро, основная часть или основной объем корпуса бюро и ножки и проножки. Основная методика реставрации бюро заключалась в укреплении черепахово-латунного набора методом регидратации старых животных клеев. Что это такое? Собственно, регидратация подразумевает под собой размягчение или оживление животного клея, восстановление его клеющих способностей с подведением в этот старый клей, размягченный, нового клея. Регидратация проходила в несколько этапов. Сначала клей размягчался, оставлялся на некоторое время под листом прозрачного пластика. Затем в этот клей вводился новый раствор протеинового клея. И все это стягивалось струбцинами, потом удалялись излишки, снова стягивалось струбцинами, чтобы минимизировать выпадение излишки клея на латунные детали. И оставлялось на двое суток. Спустя двое суток детали разжимались, набор очищался. И, собственно, так небольшими участками была пройдена сначала вся столешница. Участки были небольшие, буквально 5 на 5 сантиметров. То есть каждый участок латунного набора был отреставрирован этим способом. Утраты черепахи и латуни было решено не восполнять. Почему? Потому что бюро, покрытое черепаховым панцирем, продажа и торговля сейчас, которая запрещена международной конвенцией по охране природы. Если у мастеров предыдущих поколений реставраторов еще были запасы до выхода этой конвенции черепахи, то сейчас эти запасы исчерпались. У нас запасов в нашем музее нового черепаховой пластины нет. Да это и не нужно, поскольку музейная реставрация предусматривает не восстановление предмета в былом его великолепии, как он был на момент изготовления, а предусматривает сохранение следов бытования. На столешнице вы можете увидеть как раз те места, которые были затонированы под черепаху. То есть черепаховое пламя или рисунок, он был нарисован акварельными красками, подогнан точно в цвет и тон и покрыт прозрачным глянцевым лаком. Латунь также не восполнялась, а некоторые ее участки были также затонированы, выровнены под общий цвет предмета и, собственно, также покрыты лаком, лакировались. Профиль бронзовый, покрытый позолотой. Он был очищен от следов коррозии, от следов позеленения металла, выровнен, отрихтован, потому что профиль находился в очень таком деформированном состоянии и был установлен, собственно, на предмет. Также после столешницы мною была произведена реставрация царгового пояса, ножек про ножек. Царговый пояс пострадал в этом предмете больше всего, поскольку следствием разрушения царгового пояса послужил удар неизвестной причины, собственно, благодаря которому царговый пояс был практически полностью разрушен и представлял собой фрагменты отдельных деталей. После реставрации царгового пояса и столешницы я приступил к реставрации непосредственно самого корпуса бюро. Все девять ящиков бюро были отреставрированы. Набор на них также был укреплен по той же методике, которая была выбрана для столешницы и для царгового пояса и покрыты консервирующим слоем, затонированы и установлены на предмет. Ящики были закрыты, ключ был от них утрачен. Некоторое время не представлялось возможным открыть ящики. Нами был изготовлен ключ, поскольку замки в ящиках одинаковые, ключ подошел под все замки. Было принято решение сделать такой общий ключ. Собственно, благодаря этому ключу мы открыли ящики, их очистили и отреставрировали. Ящики были перепутаны. Часть ящиков была не там, где им нужно. Они подписаны все в процессе изготовления предмета. Каждый ящик должен занимать свое место. Старинная мебель так устроена, что все детали и все предметы, которые вставляются в ящики, будь то дверцы, специально подгоняются столером при изготовлении под конкретное гнездо, под конкретное место. Эти ящики были перепутаны. Приходилось их искать, поскольку на ящиках частично сохранились риски, то есть там 200-летней давности. Эти риски мне удалось найти и ящики восстановить в том порядке, в которых вы видите их сейчас. Основная работа над этим столом в технике буль завершена. Осталось нанести незначительные тонировки под черепаху и под латунь, покрыть некоторые участки стола консервирующим слоем акрилофисташкового лака и, собственно, отдать предмет в хранение. Продолжение следует...